здравствуйте дорогие друзья меня зовут марина я очень рада нашей с вами новой встречи добро пожаловать ко мне на канал друзья как вы видите из названия сегодня у нас будет кое-что интересное видео происходить мы даже с вами в кадре повяжем давненько у нас не было именно вязание в кадре я надеюсь что вы этому порадуетесь друзья не забывайте подписываться на канал ставить класс и конечно же включать уведомления о новых видео также друзья переходите в мой телеграм-канал потому что там некоторая информация появляется намного раньше чем здесь на ю тубе друзья буду всех рады видеть там к тому же вход свободный что я вам хочу сказать мы перед тем как начнем именно вязать все равно должны кое о чем поговорить и если вас утомляют мои разговоры то переходите по тайм кодом и также на временной дорожке видео вы можете переключить на тот участок видео который вас интересует это касается всех тех кто вот очень не любит слушать длинные пространные какие-то объяснения а так как я стараюсь вести свой канал для того чтобы поддержать и собрать единомышленников вокруг вязальной тематики то те кто хочет послушать мои рассуждения и мои поиски именно в вязании то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть все по порядку ну а те кто досмотрит видео до конца получат бонус и я уверена что он вам понравится поэтому досматривайте и не переключайтесь друзья в прошлом видео я уже немного коснулась темы лицевой глади и узоров которые для меня приемлемые в вязании и лаконичности моделей которые я выбираю при вязании каких-то изделий так как вы пришли в это видео скорее всего руководствуясь названием название такое немножко провокационное скрываем рядность в лицевой глади но на самом деле мы ничего скрывать не будем а мы будем стараться разнообразить лицевую гладь когда нам ее становится уже очень много и она она может в какой-то мере даже наскучить и конечно же друзья пожалуйста сохраняйте корректность и не пишите комментарии из разряда научитесь вязать и не нужно будет ничего скрывать вот такие комментарии совершенно не принимаю и буду наверное даже банить если что-то будет некорректно в отношении меня или других любителей вязания сказано прошу понять и простить я нахожусь в поиске таких узоров которые будут из разряда теневых может быть но в то же время это будет полностью узор на основе лицевой глади то есть у нас совершенно не должно быть изнаночных петель в нашем узоре и вот я нахожусь в поисках таких узоров и на самом деле вы знаете это очень сложная задача помимо просто лицевой глади найти какой-то узор который будет состоять из лицевых петель довольно сложно если вы окунетесь в эту тематику и пойдете искать в интернете что-то подобное вы столкнетесь с тем что а не тут то было раз-два и все обчелся и нету таких узоров прошлом видео я вам говорила что один из таких узоров это соты и я сейчас в данный момент вижу изделие таким узором именно соты также один из известных всем узоров это плетенка там где мы часто часто переплетаем вот эти вот лицевые петли точнее перемещаем их друг относительно друга также в шахматном порядке они перемещаются вот а дальше что а дальше ничего дальше у нас подключаются какие-то изнаночные потому что создать узор на основе просто лицевых петель оказывается сложно но я не отчаялась и продолжила свои поиски и у меня уже на канале выходили видео где я предлагаю разнообразить внести некий такой акцент в лицевую гладь у меня есть видео вот по весеннему узору где мы вывязываем цветочек такой ну а-ля цветочек на лицевой глади и также мой любимый узор которым у меня связан то ключи и по которому у меня есть описание на мой взгляд это один из лучших узоров этот узор вносит опять же такие четкие ритмичные изнаночные петли но заметьте изнаночные то есть это тоже уже не совсем на основе лицевой глади но тем не менее он вносит какой-то такой акцент ритмичный и с одной стороны это помогает скрасить лицевую гладь с другой стороны немножко отвлекает внимание отрядности а рядность в лицевой глади как вы понимаете является основной такой проблемы которую приходится решать и не всегда мы можем своим опытом своими умениями справиться с этой рядностью потому что вы знаете что рядность не всегда зависит именно вот от этого аспекта от нашего опыта и наших умений иногда бывает такая пряжа ну которая совершенно не эластичная которая просто вот как ты с ней не бейся она все равно ну просто цветет и пахнет всей вот этой вот своей рядностью и как ты не бейся с ней ничего не поделаешь поэтому такой пряже требуется какой-то особый подход и вот именно здесь мне кажется уместно включать такие узоры которые будут ритмичны и которые будут намеренно ломать вот эту вот лицевую гладь и линию создавать какую-то желательно в шахматном порядке чтобы отвлекать внимание от той рядности которая у нас невольно может возникнуть когда я начала искать такие узоры естественно я обратилась к своим источникам к тем которые есть у меня дома ко всем книгам которые содержат узоры также нашла все журналы японские просмотрела их и каково же было мое удивление когда я нашла вот этот выход и такие узоры именно в японских узорах как ни странно японские узоры у нас ассоциируются с такими знаете активными какими-то ажуроподобными ранами но тем не менее вот именно в этой книге которая у меня лежала дай бог памяти наверное лет пять и я ее покупала еще в то время на алиэкспрессе я не знаю возможно сейчас есть эта книга где-нибудь в книжных магазинах каких-нибудь онлайн то есть поискать можно и именно в этой книге помимо вот этого засилия японских узоров я нашла то что я искала узоры которые построены на лицевой глади только лицевыми петлями это просто было счастье какое-то для меня и если у вас есть такая книга то я вам скажу на какой странице и какой номер узора я вам предлагаю связать у меня будет два узора хотя на самом деле на лицевой глади здесь несколько подобных узоров но здесь мы ищем не какие-то включения вот на лицевую гладь а именно изменения в самой лицевой глади то есть чтобы у нас шло четкое ритмичное изменение и перемещение петель именно по лицевой глади когда мы начнем вязать вы все поймете что я имею в виду потому что бывают такие узоры именно вот в этой книге где мы вывязываем какой-то элемент потом через какое-то время провязываем большой кусок лицевой глади и опять вывязываем этот элемент как вы понимаете если пряжа какая-то проблематичная то здесь но не скроешь вот ту самую рядность а нам нужно чтобы мы видели какое-то намеренное ломание лицевой глади и это воспринималось нормально это воспринималось именно как узор они как недостаток нашего вязания вот в чем было дело и вот что именно я буду вам показывать если вас заинтересуют какие-то другие узоры которые мы просто для разнообразия можем включить в лицевую гладь то пишите и возможно я продолжу эту рубрику но не забывайте что в инфобоксе есть ссылка на те два видео где у нас есть мой любимый узор которым связан у меня топ-лючи и узор с цветочками по лицевой глади очень кстати замечательные узоры и сейчас на весну на лето вот на все изделия на футболке тоже замечательно подойдут друзья но неважно каким узором связано ваше изделие когда присутствует ваше личное обаяние а естественно обаяние не может существовать отдельно от парфюма именно парфюм и создает обаяние я хочу предложить вашему вниманию новый арома бокс от рандеву который называется топ-8 ароматов для нее друзья на сайте rendezvous.ru сейчас действуют скидки на все арома боксы и плюс 50 процентов на косметику а выбор косметики велик на этом сайте поэтому обратите на эти вкладки тоже внимание данный арома бокс привлек меня тем что здесь собраны известные популярные ароматы которые я раньше кстати говоря еще и не пробовала меня совершенно покорил аромат lanvin который очень хорошо вписался именно в мое весеннее настроение и я обожаю ароматы легкие немножко сладковатые без вот этой приторной сладости и которые не дают стойкий шлейф после себя то есть это тот аромат который можно почувствовать входя только в ваше личное пространство и это именно то что и создает ваше обаяние и такие ароматы нежности частоты весенних цветов очень хорошо подходят на весенний и летний период очень вам рекомендую присмотреться к арома боксом к тому же сайт rendezvous.ru для моих зрителей дает скидку в 10 процентов то есть вот этот промокод который вы видите сейчас на экране можно использовать при покупке от двух с половиной тысяч рублей промокод многоразовый то есть вы можете любое количество раз совершать покупки поэтому друзья успевайте порадовать себя или своих близких отличным подарком на весну и на лето к тому же в арома боксах есть тематические боксы где представлены подборы ароматов даже по знаком зодиака это очень интересная такая находка мне кажется и здесь всегда этот подарок будет оригинальным и необычным и к тому же человек которому вы дарите этот арома бокс сможет выбрать для себя тот аромат который ему понравится несмотря на маленький размер ароматов этого количества достаточно чтобы очень тщательно протестировать попробовать выгулить на себе все ароматы и понять что именно вам нравится и что вы хотите приобрести в полноразмерном формате и напоминаю что на сайте rendezvous.ru все ароматы оригинальные то есть можно точно быть уверенным что вы покупаете то что создал парфюмерный дом который вам понравился все ссылки ищите в описании под видео и также в первом закрепленном комментарии также оставлю вам ссылку на тот арома бокс который приобрела для себя и ароматы из которого с удовольствием сейчас использую ну что ж друзья давайте перейдем непосредственно к вязанию и так если у вас имеется вот такая книга 1000 японских узоров то вы откройте пожалуйста страницу 52 и нас интересует здесь узор номер сто двадцать один если у вас нет такой книги то сейчас вы увидите на экране схему узора и сможете себе сохранить эту фотографию перед тем как начать вязать давайте рассмотрим сначала сам узор здесь мы видим что раппорт узора состоит из четырех петель и четырех рядов и мы видим вот такое интересное обозначение и сейчас мы посмотрим как это провязывается и так 4 петли раппорта значит мы должны набрать такое количество петель которое будет кратно четырем плюс если у нас вязание идет отдельными деталями плюс 2 кромочные по одной с каждой стороны если мы вяжем по кругу то мы набираем нужное нам количество петель из расчетов и естественно это число подгоняем под кратное четырем и еще набираем одну петлю для соединения вязания в круг так вот эти моменты мы с вами проговорили а теперь давайте перейдем непосредственно к вязанию первая петля у меня кромочная я ее снимаю не провязывая дальше у нас по рисунку идут 2 лицевые петли просто провязываем 2 лицевые петли затем у нас идет интересное обозначение и вяжется этот значок следующим образом мы делаем накид затем провязываем 2 лицевые петли и накид сбрасываем вот такой протяжкой на провязанные две лицевые затем повторяем наш узор 2 лицевые накид затем 2 лицевые и сбрасываем протяжкой накид на провязанные 2 лицевые петли то есть вот у нас раппорт из 4 петель 2 лицевые и 2 лицевые обернутые вот таким накидом а дальше мы просто повторяем этот раппорт до конца ряда 2 лицевые накид 2 лицевые и накид вот таким образом сбрасываем на провязанные 2 лицевые 1 2 накид 2 лицевые провязали и вот таким движением подхватили накид и аккуратненько его пересняли на провязанные 2 лицевые все дальше до конца ряда мы продолжаем делать эти действия ряд я заканчиваю поворачиваю на изнаночную сторону и здесь провязываю все петли уже просто изнаночными если вы вяжете по кругу то у нас все ряды получаются лицевыми следовательно когда вы провязали ряд вот с такой протяжкой с накидом переброшенным на лицевые петли и следующий ряд вы просто провязываете лицевыми петлями при вязании по кругу при вязании поворотном мы разворачиваемся и дальше все петли вяжем просто изнаночными петлями то есть это у нас идет второй ряд который мы провязываем по кругу все петли лицевыми в поворотном вязании все петли изнаночными переходим к третьему ряду а в третьем ряду мы делаем следующее здесь я снимаю кромочную петлю и в третьем ряду мы в шахматном порядке сдвигаем вот эти обернутые лицевые петли то есть сразу делаем накид провязываем 2 лицевые и накид вот такой протяжкой мы сбрасываем на провязанные 2 лицевые а следующие 2 лицевые просто провязываем вот у нас получается раппорт из 4 петель то есть здесь мы теперь протяжку делаем на первых двух петлях а оставшиеся две петли просто провязываем опять делаем накид 2 петли провязали накид сбросили протяжкой на 2 провязанные следующую третью четвертую петлю из раппорта просто провязываем лицевой и таким образом мы в шахматном порядке постоянно вот эту протяжку смещаем и у нас получается вот такое полотно красивое где у нас протяжки идут вот таким шахматным порядком ну и по такой же схеме мы заканчиваем ряд довязали наш ряд в третьем ряду мы смещаем протяжку на первую вторую петли а третью четвертую просто провязываем и так поворачиваем на изнаночную сторону четвертый ряд я провязываю все петли изнаночными опять же если мы вяжем по кругу то все петли провязываем лицевыми вот мы провязали 4 ряда этого узора в первом ряду узора мы первые две петли провязываем лицевыми третью четвертую петлю мы оборачиваем протяжкой в третьем ряду мы первые две петли уже оборачиваем протяжкой а третьи четвертые петли провязываем просто лицевыми и в итоге мы получаем вот такой интересный эффект на полотне полотно становится фактурная и очень красиво это что касается первого узора давайте перейдем теперь ко второму узору второй узор у нас тоже из этой же книги он на 31 странице если у вас имеется такая книга то это узор номер 47 давайте посмотрим на этот узор здесь у нас тоже 4 петли раппорта и 4 ряда в высоту у нас раппорт узора здесь у нас уже обозначение вот такие и здесь тоже мы видим похожую ситуацию сначала мы изменяем каким-то образом первые две петли а в третьем узоре третью и четвертую петли давайте сейчас посмотрим как это выглядит вот этот значок на вязание так как рапорт этого узора тоже четыре петли то при наборе петель для своего изделия вы руководствуетесь тем чтобы число было кратно четырем если вы вяжете отдельными деталями не забывайте еще прибавить две петли для кромочной при вязании по кругу 4 петли у нас кратность узора и плюс 1 петля для соединения вязания в круг и так кромочную я снимаю а в первых двух петлях идет следующий элемент провязывания здесь нам нужно вторую петлю накинуть на первую и провязать сначала во вторую петлю лицевую вот так а затем провязать первую петлю лицевой третью четвертую провязываем просто лицевыми без всяких перекидов опять вторую петлю вот так вот набрасываем перед первой провязываем ее лицевой затем провязываем вторую петлю затем третью четвертую просто провязываем без изменений чтобы было удобно можно вот эту вторую петлю сначала вот так Вот так вот снять и потом в нее провязать лицевую петлю, а затем уже провязать вторую петлю. То есть у нас должна получиться вот такая вот снятая перемычка. Как вам удобно, так и вяжите. Здесь суть в том, что мы сначала должны провязать лицевую петлю во вторую, а затем уже лицевой петлей провязать первую. Этот узор более трудоемкий именно потому, что здесь может быть неудобно провязывание именно во вторую петлю. Третья, четвертая у нас всегда провязывается без изменений, просто лицевыми петлями. Итак, можно вот таким способом снять и потом провязать в эту петлю лицевую, а потом первую провязать. Можно просто немножко вот так вот подтянуть, провязать из второй петли лицевую и снять ее, а затем провязать уже первую петлю. Третью, четвертую провязываем лицевыми. И заканчиваем первый ряд. Второй ряд мы провязываем так же, как и в первом узоре, изнаночными, либо при вязании по кругу мы провязываем все петли лицевыми. Переходим к третьему ряду. Кромочную я снимаю. И здесь в третьем ряду первую и вторую мы провязываем просто лицевыми. То есть здесь тоже у нас идет шахматное чередование вот этих вот провязанных петель. Первую теперь и вторую мы провязываем без изменений. А четвертую мы должны провязать первой, перед третьей петлей. Провязываем ее лицевой, сначала четвертую петлю, а затем провязываем третью петлю. То есть чтобы у нас вот эта наклонная петля теперь сдвинулась. Сначала она была на первой и второй петле, а теперь на третьей и четвертой. В третьем ряду мы теперь обращаем внимание на третью, четвертую петлю раппорта. Первую, вторую провязываем, а третью и четвертую вяжем следующим образом. Сначала четвертую провязываем лицевой. Вот так. А потом третью петлю провязываем лицевой. И заканчиваем третий ряд. В итоге у нас узор получается следующий. Вот видите, мы на всем полотне видим вот такие черточки, которые у нас идут как бы по диагонали. Они испещряют все полотно и дают интересный фактурный эффект на полотне. Четвертый ряд мы провязываем по традиции уже без изменений. То есть у меня это изнаночные петли, при вязании по кругу это лицевые петли. И второй узор у нас в итоге выглядит следующим образом. Вот так. Вот у нас первый узор, вот у нас второй узор. Они оба похожи друг на друга, но тем не менее провязывание у них отличается. Какой проще, какой легче, выбирайте сами. По финальному эффекту, возможно, эти узоры и похожи, но все равно посмотрите, насколько они отличаются. На мой взгляд, более трудоемкий в провязывании второй узор, но тем не менее они оба выглядят достойно и интересно. Друзья, вот мы с вами и связали оба узора. Вторым узором у меня связано изделие. Да, этот узор не очень простой в вывязывании, поэтому сказать, что это вот так вот легко можно взять и связать, исправив всю рядность в лицевой глади, конечно, нет. То есть здесь тоже нужно очень сильно постараться. Это трудоемкий и самодостаточный узор, который вяжешь именно сосредоточенно, стараясь ничего не упустить и затрачивая определенную свою энергию. И, друзья, я обещала, что вас ждет бонус в конце видео. Если вы досмотрели до этого момента, то вам очень повезло, потому что я вот такую вот круглую кокетку, точнее схему этой круглой кокетки дарю всем желающим. И вы можете получить эту схему, перейдя по ссылке на мой канал Boosty. Там вы эту схему получите бесплатно, то есть вам нужно будет перейти в пост и сохранить файл PDF вот с этой схемы. Друзья, эту круглую кокетку я модернизировала самостоятельно на основе японской кокетки, но пришлось отрисовать ее заново, потому что это была такая моя модификация. И так как сейчас для меня это изделие не совсем актуально на тот сезон, который сейчас у нас близится, то для того, чтобы не томить никого и быстрее порадовать вас и как-то, не знаю, вдохновить что ли на новое вязание, решила подарить вот этот вот узор сейчас, потому что, возможно, кто-то вдохновится и свяжет такой кокеткой изделия. Вот на лето топы, футболки, ну то есть разнообразие, конечно же, изделий велико. Друзья, переходите по ссылкам под видео, обязательно скачивайте файл с этим узором, там еще будет кое-что для вас интересное, но я надеюсь, что вам понравится. Друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что посмотрели. Обязательно пишите свои комментарии по поводу вот этой тематики, нужно ли скрывать рядность в лицевой глади, подходят ли данные узоры для этого, и как вы вообще отнеслись к этим узорам, понравились они вам или нет. Что вы можете еще предложить вот на этой тематике, скрыть рядность, если не получается с ней справиться обычными какими-то привычными средствами. Я буду очень рада почитать и, возможно, даже воспользоваться вашими советами, если вы что-то предложите проверенное, друзья. Ну и, конечно же, мы встретимся с вами в новом видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить уведомления, напоминаю вам. И, друзья, пожалуйста, поддержите это видео лайком, потому что я старалась, мне хотелось как-то с вами поделиться своей вот такой вот находкой. И я надеюсь, что эта находка моя и мои старания как-то будут поддержаны вами и оценены по заслугам. Друзья, на этом буду заканчивать. Всего доброго, до встречи в новых видео и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!